Фанаты Джонни Деппа в «Гневе» Эмбер Херт не откажется от роли Меры. Фанаты Джонни Деппа с тоской и ужасом наблюдают, как их любимца то и дело лишают ролей, после очередного суда с экс-супругой Эмбер Херт. Неужели карьере Джонни Деппа пришел конец, а его бывшая жена станет фавориткой Голливуда? Голливудский скандал с участием Джонни Деппа и Эмбер Херт все не стихает. Поклонники актера не успели прийти в себя после решения суда по разбирательству между Деппом и издательством САН, как их ждали новые горькие новости. Деппа лишили роли Грин Девальда в «Фантастических тварях», а также роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря». Недовольные таким положением дел, многие почитатели актерского таланта Деппа решили встать на его защиту, объявив войну бывшей супруги Деппа. Была даже создана петиция против Эмбер Херт с требованием отстранить актрису от прибыльной и важной для нее роли меры в предстоящей ленте «Аквамен 2». По состоянию на 16 ноября 2020 года данная петиция набрала уже более 1 367 000 подписей. Этот показатель явственно говорит о том, что супергеройский фильм, которому пророчили феноменальные кассовые сборы, может стать убыточным для студии. Почему? Да просто потому, что миллионы зрителей откажутся от похода в кинотеатр. В сети то и дело стали появляться сообщения о том, что роль меры отдадут другой актрисе. Фавориткой зрительских симпатий стала Эмилия Кларк. Все дело в том, что Аквамена играет Джейсон Мамоа, который исполнил роль Кхала Дрова в «Игре престолов», где Кларк сыграла его любимую жену, Дейнери Старгариен. Пара выглядела бесподобно, однако Эмбер не собирается так просто сдаваться. Недавно актриса опровергла заявление о потере роли меры. Проплаченные слухи и проплаченные компании в социальных сетях не влияют на решения по кастингу, так как в реальности они ничем не обоснованы. Однако Херт не стала уточнять, кем именно, по ее мнению, проплачиваются такие слухи. Актриса добавила, что выход ленты «Аквамен» и «Аквамен-2» – это исключительно заслуга фанатов. При этом Эмбер подчеркнула, что рада приступить к съемкам, которые пройдут в следующем году. Несмотря на ежесекундно растущее количество подписей под петиции об увольнении Херт, киностудия не спешит расставаться с актрисой. Концерну Warner Bros. Предстоит выплатить Депу огромную компенсацию за разрыв контрактов, и руководство уж точно не горит желанием потратиться на еще одно преждевременное увольнение другой звезды с выплатой очередных не устоит. Да и нет гарантий, что Эмбер не подаст новый иск. На этот раз против Warner Bros. Опасения студии легко понять. Заменить актрису пусть и дорого, но возможно особенно, если замена принесет куда большую прибыль, а вот пойти против знаменитости, которую суды признают жертвой домашнего насилия – это очень и очень рисковый шаг. А нам остается лишь диву даваться, как двое некогда близких людей смогли довести свои отношения до такой грандиозной битвы, влияющей уже не только на них, но и на целые киноконцерны, на коллег, даже на зрителей. Как-то грустно это все.